Всем привет! Меня зовут Чупрова Ольга, я врач-ортодонт, и сегодня мы решили снять это видео для родителей тех детей, которым пришлось столкнуться с необходимостью ортодонтического лечения на несъемном расширяющем аппарате. Очень часто в своем кабинете я вижу картину, когда родители после установки несъемного аппарата начинают снимать на свой телефон процесс активации пластинки. Сегодня мы хотели облегчить немножко жизнь этим родителям, и снимем вам очень подробное видео, чтобы вы могли всегда его посмотреть и показать, например, папе или бабушке, который поехал ребенок, и ей придется это делать некоторое время. Что необходимо делать родителям дома? После установки аппарата ваш врач-ортодонт даст вам вот такой специальный ключик. Он состоит из держателя и вот такой рабочей части подвижной. Это металлический вот такой вот штыречек. Для того, чтобы начать подкручивать аппарат, вам нужно этот металлический штырек установить под небольшим углом к ручке. Вот таким образом. Металлическим штыречком вам нужно будет попасть в отверстие винта. Вот таким образом. Не бойтесь травмировать небо, этого не произойдет, потому что на ключе есть специальный изгиб, который является стопором. В нужном месте ключ в винте остановится. Вы вставили таким образом ключ в отверстие винта, и ваша задача провернуть винт вот так вот в направлении горлышка вашего ребенка. Провернуть важно до самого конца. Только в этом случае на следующий день вы сможете увидеть новое отверстие, которое появится в том же месте, где и было это. Вот в этом месте появилось новое отверстие. Это нужно будет вам на следующий день, чтобы сделать повторную активацию. Самая частая проблема, с которой сталкиваются родители при активации аппарата, это невозможность вставить ключ на следующий день. С чем же это связано? Давайте я покажу. Смотрите, вы вставили ключ, провернули винт, и даже увидели следующее появившееся отверстие. Но на следующий день вы пытаетесь активировать аппарат снова, и ключом никак в это отверстие попасть не можете. Что же произошло? В предыдущий раз винт не был прокручен полностью, и новое отверстие выглянуло, но появилось не целиком, и ключ в него уже не вставляется. Что же делать в таком случае? Вы можете ключ вернуть в то положение, которое было вчера после активации. Это приблизительно вот так. Затем на ощупь найти вчерашнее отверстие и провернуть винт, то есть завершить вчерашнее прокручивание полностью. Новое отверстие полностью видно, ключ в него вставляется без усилия. Ну вот и всё, мы провели с вами активацию аппарата, а количество активаций вы должны согласовать с вашим лечащим врачом-ортодонтом.